Тот, кто с первого шага начинает жалеть, что пошел в гору, не преодолеет и маленький холм. А когда боец жалуется на несправедливость обстоятельств или судей, он никогда не станет чемпионом. Привет, молниеносные тюлени! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на бойцов, которые как субзиро замораживали своих соперников в стоячем нокауте и заставляли их падать, как срубленное дерево, снимая все вопросы и возражения со своей победы. Озеро отражает свет луны и звезд, но о своей глубине не говорит ничего. Так и бои для диванных зрителей. Это лишь мордобой. Но сколько боли, слез, пота, переживаний и тревоги скрыто за каждым из бойцов, никто не знает. В этом чемпионском поединке Джексона против Норриса, топовый нокаутер Джексон в очередной раз доказал свою мощь, одним ударом усыпив Норриса у каната. Но подождав пару секунд и убедившись, что он реально закляк и падать не собирается, дал еще разок, срубив этот дуб окончательно. Хоть для Норриса это было уже явно лишним. Даже из иголок можно выковать топор, если их тысячи. А ударом можно нокаутировать кого угодно, если их будут сотни. Топовый страйкер Барбоза в своем поединке против Этема показал, что серийная работа и постоянный прессинг обязательно дают результат. Особенно, когда это все вылетает очень неожиданно и непонятно для соперника. Красивенная вертушка, которая застала противника врасплох и заморозил, отправила как памятник на канвас. В сыром на вид Лису нет воды, а на первый взгляд доминирование одного боксера не дает ему гарантии победы. Боец в красном очень хорошо выбрасывал удары и уже чувствовал вкус крови и предстоящей победы. Но пацан в белом просто выбросил встречный хук, который сразу выключил соображалку у противника. И все его попытки и усилия устоять на ногах ничего не дали. Но главное, чтобы в старости получилось. Павлин красивая птица, но немногие знают, что питается он ядовитыми змеями. Так и девочки-бойцы, несмотря на красоту, могут быть очень жестокими. Жестокий хайкик от грациозной цапли заставил ее соперницу заклякнуть на секунду, но и этого хватило, чтобы дать время первой добавить еще два жестких прямых, которые и отправили соперника в стоячий, а потом в лежачий нокаут. Если не видишь, поднимись на гору, а если не знаешь, спроси у старшего. Наверняка так же сделал Тайсон, когда брал на вооружение свой левый хук. После просмотра этого поединка между Петерсоном и Джонсом, невероятный левый сбоку на скачке от Петерсона мгновенно выключил все приборы в голове у Джонса и тот, как робот, которому нажали кнопку выколы, рухнул на канвас. Многие хотели бы уметь останавливать время, но пока что только время останавливает жизненный путь каждого. В своем поединке Смит очень классно подобрал дистанцию и время, пробив невероятную серию с пяти боковых, от которых Хорватик тупо застыл, а потом повалился на бок, как медведь в зимнюю спячку. Конечно, достаточно было и первого удара, от которого вылетела капа, ведь остальные точно здоровья не добавили. Иногда красота не в цветах, а в задумке. Ну, у бойцов так точно. Линк в своем поединке против Пори показал, что красивая задумка, которая еще и грамотно воплощена в жизнь, это нечто. Делая обманные удары передней рукой, он четко с уклона добавил жесточайший прямой задний, от которого Пори так и завис, упав на канвас, как оловянный солдатик. Где овца мать, там и огненок, а когда в бою панчер, там и нокаут. Поединок между нокаутером Джексоном и Граймом проходил очень интенсивно и динамично, но когда у тебя динамит в кулаках, то все попытки и надежды противника задавить ломаются одним четким попаданием, как дряхлый тополь финским топором. Бойца прославляют и почитают только в своем зале, а выйдя в ринг, как и один, так и другой, могут оказаться на канвасе без почестей. В этом боксерском поединке Чарльз уничтожил Ренольдса невероятной многоударной комбинацией, обработав корпус и пробив парочку хуков в голову, которые отключили противнику двигательные функции, и он как сухая тополя завалился на канвас. Если до обеда проспал, день просрал, а если руки опустил, по шее получил. Хотя, когда боксируешь с топовым боксером, то руки хоть держи, хоть не держи, все равно что-то да прилетит. В поединке Гатти против Гамачи все закончилось довольно быстро во втором раунде. Отличная комбинашка, от которой противник закляк, а потом как кривая береза, сраженная зубами бобра, упал на канвас. Хотя, конечно, парочку ударов уже были лишними. Черно-белые полосы у зебры снаружи, а у человека внутри. Так и у бойцов. Бывают бои, которые как бы выигрываешь, а потом бум, и ничего не помнишь. В поединке Ли против Дэниелса зрителям посчастливилось увидеть очень классный удар, который мало того, что оказался жестким и нокаутирующим, так еще и хитрым. Ведь сразу казалось, что он будет лететь в корпус, а прилетел в голову, чего противник явно не ожидал. Кто не перенес страданий, тот не знает настоящей радости. А кто умеет делать обманные удары, знает, что такое отправить в нокаут. В этом поединке мы увидели отличную комбинацию, которая началась с джеба. Но потом боец, показав всем видом удар в корпус, зарядил любимую корягу, которая просто заморозила уходящего головой назад оппонента, и так его и уложила в долгий сон. Будут ли хорошо гореть дрова, видно по первому бревну. А какой был бой по последнему удару? Рой Джонс в очередной раз порадовал своих фанов невероятным правым боковым, который он выбросил как бы невзначай, но и этого хватило Сервану, чтобы сначала вроде бы просто отклониться, а потом, когда вся мощь дошла до головы, в таком же застывшем положении завалиться на бок, даже не переставляя ногами. В присутствии слепого не говори, что кроты тупые, а рядом с боксером не смейся над проигравшими боксерами, ведь ринг – это иногда рулетка судьбы. В поединке Фрейтоса против Бариоса бой дошел до последнего 12-го раунда, в котором Бариоса выбросил невероятный правый прямой навстречу, от которого противник закляк и повалился на канвас, абсолютно не понимая, что произошло. Такие удары действительно очень опасны и непредсказуемы. Гигантский удав может проглотить оленя, но не дикобраза. Так и боец может всех выносить по муай-тай, но по боксу улететь в нокаут. В общем-то, как и наоборот. Сугава просто уничтожил постоянной жесткой бомбардировкой своего тайского коллегу Пэтча, который тупо упал статуей на канвас. Но не от какого-то конкретного удара, а скорее от накопленной боли от всех ударов. И барабан просто отказался больше терпеть. Пишите в комменты, вы бы смогли устоять на ногах от таких ударов, если бы драка была за литру крепкого пива с пирожком. Нет, с двумя пирожками с ливером. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!